МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире ЮНЬЮС новости Оренбурга и Орска на телеканале ЮТВ. В начале нашего выпуска коротко о главных событиях этого дня. Начнем с того, что жители отдаленных населенных пунктов смогут получать госуслуги без визита в областной центр. Администрации МФЦ было решено организовать выездной мобильный офис. Он представляет собой специально оборудованный автомобиль с рабочими местами для двух человек, на базе которого будет вестись прием заявителей. В настоящий момент уже утвержден проект плана графика выезда специалистов мобильной группы в сельские поселения. Пробный выезд назначен на 8 апреля в поселок Нижний Сокмарский. Все возникшие вопросы вы можете задать по телефону 400 4 четверки. Начался очередной этап обучения волонтеров универсиады в Казани. Первыми в нем приняли участие казанские вузы. В апреле во втором этапе к нему присоединятся вузы-партнеры, в их числе и наш Оренбургский государственный университет. В ОГУ обучение пройдет с 15 апреля до конца мая. К обучению представлены 235 волонтеров из Оренбурга. 82 из них из Оренбургского государственного. Основные направления – это знакомство с универсиадой, странными участницами, кодексом волонтеров и различные тренинги. Арчанка, родившая прямо в отделении полиции, поблагодарила полицейского, который оказал ей помощь при родах. Молодую маму и дочку, которую, кстати, назвали Викторией, уже выписали из роддома. Их вместе со счастливым отцом семейства встречал и майор внутренней службы Виктор Бесшапошников, который принимал роду Арчанки. Увидев полицейского, молодая мама не смогла сдержать слез радости. Она еще раз поблагодарила Виктора Владимировича за оказанную ей помощь. Оренбургский санаторный дом детства вновь в центре скандала. В ходе прокурорской проверки были выявлены новые нарушения. В этот раз директор Валентина Тизикенова подозревается в использовании детского труда. Как сообщают РИА Новости, в Оренбург в скором времени собирается приехать экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, чтобы провести собственное расследование. Министерством образования региона создана комиссия, которая проводит собственную проверку учреждения. Также организована фронтальная проверка всех детских домов и интернатных учреждений области. Ситуацию с директором санаторного дома детства Валентиной Тизикеновой прокомментировал министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов. Идет обыкновенная рядовая проверка. Этих проверок в любом образовательном учреждении в десятки. Я Валентину Николаевну понимаю, я в душе сочувствую ей. Это не слова в экран или на микрофон, а по-настоящему сочувствую, потому что долгие годы она была успешным человеком, а здесь вдруг сбой, поэтому, может быть, она порой, скажем так, неадекватно оценивает ситуацию, и эмоциональный фон здесь над холодным рассудком, что называется, превалирует. Соответствующие органы разберутся. Если, так сказать, есть определенные недостатки, они будут поправлены. По крайней мере, мы провели проверку средней школы, которая действует при санаторном доме детства. Ну, там есть и хорошие учителя, есть и не очень хорошие учителя, мягко говоря. Но мы со всеми спокойно разобрались. Они в весенние каникулы будут заниматься по индивидуальному маршруту. То есть мы сказали о тех недостатках, отметили положительные моменты, с ребятами поговорили. Детский дом работает в обыкновенном режиме. Побегов нет, в омрике никто не падает. Да, есть несколько увольнений, но это собственное желание никто не принуждал. Замены всегда найдется. Идет обыкновенный рабочий процесс. И ажиотажа вокруг этой темы, наверное, хватит. Потому что мы в полу-полемике забываем о том, что там живут дети, они смотрят телевизор, читают, так сказать, периодические издания. И им, конечно, очень неприятно о том, что вот об их образовательном учреждении, по-настоящему доме, да, вот такие дебаты разворачиваются. Мне особенно сложно говорить о Валентине Николаевне, потому что мы на человек действительно заслуженные. Я придерживаюсь все-таки той политики, что если есть заслуги, надо отмечать. Ее, кстати, отмечали. Если есть недоработки, их надо исправлять и соответственным образом спрашивать руководителя, тем более такого опытного, как Валентина Николаевна Тазыкина. В одном из прошлых выпусков новостей мы уже говорили о том, что в Ворской городской больнице номер 4 появилось новое современное оборудование. Это магнитно-резонансные и компьютерные томографы. На сегодняшний день оборудование установлено и прошли пилотные запуски. А это значит, что уже в середине апреля первые пациенты смогут пройти обследование. Самые такие работы, тяжелые и объемные, проводились в техническом помещении. Там установлена система кондиционерной вентиляции и охлаждения. Эта система инженерная, она обеспечивает работу магнита. И по длительности именно те работы заняли основное время. Затем работы перешли в помещение процедурной магнитно-резонансного томографа. Так как будет присутствовать сильное электромагнитное поле, отделка помещения выполнена специальными материалами. Установлена рабочая станция врача и лаборанта. Помещение и оборудование у нас готово к работе. Я сейчас непосредственно работаю на компьютерном томографе. Принцип работы основан на исследовании плотности тканей при работе движущейся рентгеновской трубки. У нас 16-срезовый компьютерный томограф. То есть за один оборот трубки мы можем сделать 16 сканов. Метод компьютерной томографии позволяет нам исследовать как головной мозг, так и другие органы и ткани. Преимуществом МРТ исследования является трехмерный характер изображения. То есть можно любые реконструкции делать. Естественный контраст от движения крови идет. Как я уже говорила, высокий мягкотканный контраст. Также возможность изучать патологические процессы в динамике. Начались пробные испытания. Сейчас ждем специалистов, которые будут проводить дальнейшее обучение сотрудников. После чего будем оформлять разрешительные документы уже на право работы в этом здании, на этом оборудовании. Выросла, пролезла, из бороды папу лезла, солнышко встало, ничего не стало. Совместно с Оренбург Водоканалом мы задействовали такую акцию, показать детям, людям о том, что вода это самое главное. 22 марта от Всемирной организации ООН был запущен такой проект. И проходит по всему миру ряд мероприятий. Оренбург тоже решил принять участие. В эти дни мы говорим об экономном использовании водных ресурсов, о том, что они исчерпаемы, о том, что их нужно беречь. Мы стараемся в этом году совместно с волонтерами нести эту тему в массы и даже посредством детей, потому что молодое поколение поможет нам рассказать об этом будущем поколении. Вода это, как бы сказать, самое главное в жизни, то, что человек не может обойтись без воды. Нужно меньше тратить воды. Ну, например, мама просит посуду помыть. Я наливаю сначала в чашку, две чашки воды и мою посуду. Вода очень полезна для природы и никогда не вредит. Вода дает электричество. В стакане чая у вас вода, в арбузе вода. А курец сплошная вода. Тело человека на две трети тоже состоит из воды. Капелька Фея дает информацию о воде, рассказывает, проводит игры, беседы о незагрязнении воды и бережном отношении к воде. Вода на земном шаре – это трехлитровая банка. То полстакана занимает только пресная вода. Из этой пресной воды только три капли чистой питьевой воды, пригодной для питья. 27 марта по праву считается Всемирным днем театра. Упоминание о первой театральной постановке датируется 2500 годом до нашей эры. Международный день театра – это не просто профессиональный праздник мастеров сцены, но и миллионов неравнодушных зрителей. В Оренбурге в рамках этого события, в Оренбургском областном театре музыкальной комедии, зрители наслаждались спектаклем «Ревью», посвященным 130-летию со дня рождения Имры Кальмана под названием «Король и его женщины». Свою версию музыкальной Кальмана преподнес режиссер Денис Радченко. По его словам, эта история – фантазия. Конечно, герои в ней не вымышленные, они все существовали в реальности. Все отношения и биографии женщин Кальмана – это факт. Но все же не обошлось и без режиссерской фантазии. Режиссер и зритель вместе должны понять, почему же фактически все опереты Кальмана были названы женскими именами. В жизни автора была главная женщина, в которой он жил, которую боготворил, с которой страдал и которая фактически умерла вместе с ним. И эта женщина – оперетта. Зрители в очередной раз приняли спектакль на ура. И после продолжительных оваций состоялась торжественная церемония вручения ежегодной премии в Кумир. Миронок Виктор Николаевич – артист оркестра. Награждается в благодарственном весьмом министерстве. Самые искренние душевные пожелания вам, всей группе Труппе. Браво вам всем с Международным Днем Театра. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Блиц». Сегодня ее подготовили наши орские коллеги. В горбольнице номер 4 появилось новое оборудование. Это магнитно-резонансный компьютерный тамбург. Вы как думаете, насколько важно в орских медучреждениях вот иметь такое оборудование? А какие могут быть сомнения? Чем сложнее, тем необходимее. Такого у нас давно нет. Это в Новотроицке только есть. А теперь пора и нам иметь. Большая важность, конечно. Что вы? Там же вот сказали по телевидению вчера, что люди, которые 200 килограмм, их могут просматривать, их болезни и все. Так что это положительнее. Конечно, очень важно. У нас экология такая. Здоровых людей почти нет. Что там говорить? Конечно, надо проверяться людям. Не ездить же в Новотроицк. Ну, я не знаю. То есть для нашего города это очень важно? Конечно, очень важно. Городу? Ну, конечно, нужно. А куда нам больше обращаться, если вот надо, допустим, снимок головы? Рязанцевая компьютерная диагностика, да? Это хорошее. Я считаю, что важно, поскольку наш город не должен отставать от продвинутых, так сказать, городов. И лечение должно быть эффективным таким же, как и в более крупных городах. Безусловно. Настолько важно, что мы же устали уже мотаться с детьми на томограф там где-то, где-то в Новоорске. Безусловно. Вообще, горбольница номер 4, я считаю, это образец в нашем городе. Конечно, важно. Ни в одной больнице уже нет ничего. Ну, конечно, тогда важно. Врачи должны видеть, что кличите. Мы считаем, что комментарии здесь неуместны. Арчане в один голос твердят, что и медицина должна идти в ногу со временем. Афиши предстоящих событий и спортивных мероприятий смотрите далее. 30 марта в 11.00 в Оренбургском драмтеатре состоится заключительный этап областного конкурса «Читающая семья-2013» в программе литературного праздника выступления профессиональных актеров и музыкантов «Начало» в 11.00. К спортивным событиям в субботу, 30 марта, на горнолыжной базе «Долина» в Кувандыке пройдет официальный традиционный горнолыжно-сноубордический карнавал. Шуточные соревнования на горных лыжах и сноуборде, конкурсы «Море музыки и позитива» – «Начало» в 10.00. Также 30 марта в Орске на базе спортивного комплекса «Урал» пройдет чемпионат области по вольной борьбе. «Начало» в 12.00. Это были все новости на сегодня. Увидимся завтра в это же время на телеканале ЮТВ. Все наши новостные выпуски вы всегда можете найти в нашей группе ВКонтакте. Также вы можете предложить интересующую вас тему новостного сюжета, позвонив по телефону редакции в городе Оренбурге 43001 и по телефону в городе Орске 372010. А далее вас ждет прогноз погоды. С ним вас познакомит моя коллега Светлана Комарова. 29 марта в пятницу в Оренбурге ожидается ясная погода. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Средняя температура воздуха – утро минус 4 градуса, вечером 6 градусов ниже нуля. В Орске 29 марта пасмурная погода. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. Средняя температура воздуха – утро минус 2 градуса, вечером плюс 1. 29 марта – Савин тележный день. На Савина солнца хотя и нет, но вода уже бежит. Крути-не крути зима, морозь-не морозь, а весна уже вошла в свои права. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин